В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина главная тема минувшей недели. Технику не обманешь. Оригинальные модели не признают в китайфонах собратьев. Не пропадать же товару. Мужчина получил от арендатора склада игровые автоматы и список клиентов. Дружить не стали, закурить не дали, да еще и работать посоветовали. Подробности убийства на улице Сенной. Клонирование всего, до чего дотягиваются руки рядового. Китайцы давно поставлены на поток. Игрушки, бытовая электроника, телевизоры и даже реактивные истребители. В общем, понятно, что клонировать телефон или смартфон при таких масштабах проще простого. Чаще всего покупают подделки в погоне за двумя зайцами. Крутым брендом и дешевизной. В итоге ловят гадкого утенка. Иногда бывает и так, что китайские смартфоны сами по себе являются неплохой альтернативой официальным. Если, конечно, покупатель готов мириться с их неожиданностями и ненадежностью. И все же, если брать именно клоны популярных изделий, то здесь на первое место в списке мотивов покупки выходит желание казаться богаче, чем на самом деле. И любовь к дизайну тут совершенно ни при чем. На смену такому термину, как реплика, пришло новое слово – китайфон. Настоящий смартфон последнего поколения в наши дни – игрушка довольно дорогая. И очень неприятно, если его зарядное устройство почему-то отвергается другими аппаратами этой марки. В отличие от доверчивых покупателей, техника чувствует подделку лучше. Инспекторы отдела регионального МВД, специализирующиеся по пресечению нарушений на потребительском рынке, получили от рязанцев информацию, что в одном из крупных торговых центров Рязани реализуют смартфоны, предположительно с признаками контрафактности. Даже при беглом осмотре девайсы не выдерживают проверки. Меню странная, обложка так себе, программное обеспечение чужой – андроид. Идентичные на всех телефонах имей, которые должны на оригинальных телефонах быть отличными. Также качество, исполнение. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу, а в отношении предпринимателя, организовавшего торговлю в указанном магазине, возбуждено административное расследование. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксперты поддержали отсрочку наказания для беременных и матерей-убийц. С такой инициативой выступили правозащитники. Нововведение может коснуться не только беременных женщин и матерей, но и отцов-одиночек. Сейчас они имеют право не торопиться паковать чемоданы и сушить сухари только в том случае, если их осудили не больше, чем на 5 лет. Совет по вопросам попечительства, который данное предложение направил в Минюст, предлагает расширить категорию лиц. Правозащитники считают, что рассчитывать на перенос тюремного заключения должны и те люди, кого отправили в колонию на срок до 8 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления. Главное не перегнуть палку и не выпустить преступницу-маньячку, бегающую с ножом по улицам. По мнению, например, главы Балтийской коллегии адвокатов Юрия Новолодского, необходимо постепенно смягчать наказание, поскольку его ужесточение – путь в никуда. Чтобы было ясно, совместное проживание в тюрьме – понятие тоже очень относительное. Сейчас в российских тюрьмах имеется около 200 мест совместного проживания. На данный момент существует 13 колоний с домами ребенка. Есть совсем небольшие, есть такие, которые рассчитаны на 100-120 человек. К сожалению, наша правоохранительная система и судебные органы работают так, что эти места всегда наполняются. В среднем ежегодно в домах ребенка при колониях находится около 800 человек. Так что это уже другая, очень длинная история. Правительство России, так же как и государство других стран, затрачивает немалые средства и силы на предотвращение нелегальной деятельности в сфере горного бизнеса. Правоохранительные органы регулярно отчитываются о количестве выявленных и закрытых подпольных казино. Однако умалчивается тот факт, что закрывшись в одном месте, эти заведения вскоре переживают очередной расцвет, причем совсем недалеко от прежнего месторасположения. Возможно, со временем в нашей стране победят коррупцию, создадут надежный инструмент для пресечения незаконных действий в сегменте азартных игр. А может быть легальные казино в официальных и горных зонах взлетят на такой уровень, что игроки не захотят больше сидеть по подвалам и съемным квартирам, предпочитая законные комфортабельные условия. Но на сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Этот бизнес с самого начала развивался вне государственных структур и всех такой расклад устраивал. Малоимущие граждане, которые могут потерять через игровые автоматы последние деньги, никогда не пойдут в солидное заведение. Они с удовольствием посетят скромный маленький подпольный клуб по интересам. Что-то вроде и этого, где все свои и покой постоянных посетителей бережно оберегается. Полицейские получили информацию, что в городе Сасово работает заведение, в котором установлены электронные терминалы, предназначенные для азартных игр. Признаки организации азартных игр налицо. Все как один выстроились в ряд 10 одноруких бандитов. Во избежание недоразумений в зале постоянно дежурил сотрудник, готовый в любой момент поспешить на помощь посетителям. Работник-кассир переводил деньги посетителям на электронную карточку, с помощью которой они могли запустить работу любого установленного в зале электронного терминала. После манипуляции на терминале данные с карточки могли быть обналичены у того же работника. Только в этот вечер было изъято 40 тысяч рублей. Какое наказание в итоге получат организаторы горного бизнеса, будет ясно после проверки. И это еще не дошли до нашей глубинки игровые аппараты, прошедшие такой апгрейд, что сразу и не разглядеть в них одноруких бандитов. Выглядит электронный мошенник так же, как аппарат для пополнения средств на мобильных телефонах или киви-кошелька. Вот только в дополнение к стандартному выбору есть у него хитрая графа – мгновенные лотереи. Причем в спящем режиме экран переключается именно на нее. Клюнув на удочку раз, клиент надолго запутывается в умело расставленных сетях нарушителей закона. В продолжении темы еще один любопытный сюжет о том, как люди становятся участниками уголовных дел. Имя главного фигуранта, возможно, никогда бы и не оказалось в протоколе, не попадив в его руки план по быстрому обогащению. Работал охранником в игровых заведениях, в связи с чем был достаточно осведомлен о принципах работы подобных заведений. Мужчина располагал складским помещением, в которое очередной клиент привез на хранение несколько игровых аппаратов. Когда наступил день оплаты, наличных у арендатора не нашлось, и тот пожертвовал семь одноруких бандитов, окню в придачу, заветный список людей, которые с удовольствием воспользуются возможностью проиграть свои деньги. Хозяин склада быстро сообразил, что даже за короткий срок успеет с лихвой окупить нежданный подарок. Задержанный арендовал и отремонтировал нежилое помещение, назначил свою соседку на должность администратора и через смс-рассылку отправил завуалированное приглашение потенциальным клиентам. Ждать первых посетителей долго не пришлось. Периодически приезжал, забирал выручку, то есть контролировал деятельность клуба, работоспособность, оплату аренды, ну и прочие свойственные функции. Следователи выяснили, что только по предварительным подсчетам хозяин подпольного игрового клуба успел заработать порядка 200 тысяч рублей. Сейчас ему грозит штраф и уголовный срок до 5 лет. О том, что такое судимость, мужчина уже имеет представление. Очень часто бывает так, что на улице к нам подходят незнакомые и довольно потрепанные люди с просьбой дать мелочь или угостить сигаретой. Реакция на них у всех разная. Это история о том, как безобидная фраза «пойди за работой сам» способна привести к очень серьезным последствиям. Некоторое время назад на улице связи был обнаружен раненый мужчина. Его ударили ножом, причем так, что медики оказались бессильны. В больнице пострадавший скончался. Когда полицейские стали изучать обстоятельства происшествия, выяснился любопытный факт. В тот день пострадавших было двое, но второй получил незначительные травмы и самостоятельно ушел с места преступления. Оба возвращались из кафе, где в их большую компанию все время пытался влиться один гражданин. Вот этот незнакомый мужчина, поскольку он был не местным жителем, выпив спиртного, ему захотелось общения. И он стал навязывать свое общение местным гражданам, которые были, в том числе предлагал присоединиться к ним для употребления спиртного, покурить с ними выйти. Данная его навязчивость, так сказать, не понравилась другим, которые где-то, может быть, резко выразились в его адрес. Погибший меньше всех хотел обзаводиться новым другом и, разумеется, не знал, что навязчивый гражданин целый вечер только и ждал момента, когда компания будет расходиться по одному. Вот он показывает оперативникам дорогу, по которой преследовал потерпевших. Правда, по его версии, все обстоит иначе. Убивать никого не хотел, нож доставать не собирался. Пришлось, конфликт мог обернуться дракой. Потому что я видел наглядно, что они хотели на меня напасть. В чем это заключалось, что они хотели на вас напасть? Они были настроены. А какие-то действия они совершали в отношении вас? Хватали за что-то? Наносили ли удары? Что-то такое было? Нет, такого не было, но пытались они. Попытки в чем заключались? Вы от них убегали, они за вас преследовали или что? Или вы просто стояли на месте и общались? Мы стояли и ругались. По его же словам, первого мужчину он ударил ножом только один раз, потому что тот упал сразу, второй пытался обороняться. Задержанный не стал тратить время и быстро ретировался. Скорую полицию вызвали уже прохожие. Следователи располагали скудной информацией. Виновник небольшого роста и имеет татуировку на руке в виде расходящихся лучей. Задержали подозреваемого в Александре Невском. И он до сих пор убежден, что другого выхода у него не было, хоть и не может привести весомых аргументов. Смысл в том, что я мужик, я взрослый, должен сам зарабатывать это все. И матом начали меня оскорблять. Где мне ничего не поджарался, я достал нож. И который первый больше всех возмущался, я его взял и ударил. Удивительно, но факт. Чем жалостливее человек просит денег или ту же сигарету, тем агрессивнее он ведет себя в случае отказа. Разумеется, речь не идет о старушках, хотя и с ними не все так чисто и безоблачно. Контингент, которому жизненно необходима финансовая помощь, скорее всего, купит на ваши деньги не молоко, а настойку боярышника. Что говорить, обидно, когда большую часть суток проводишь на работе, и при этом толком не можешь себя обеспечить, а под руку лезут нахальные прохожие и слово такого незнающая работа. В этом случае важно помнить только одно. Им, в отличие от вас, терять уже нечего, так что будьте осторожны. К другим темам. Очень красиво звучит дизайнерские наркотики. На самом деле на дизайнера, который их придумывает, без слез не взглянешь. Сидит в грязной лаборатории по кустарному производству наркотиков не вполне опрятного вида полухимик, скорее всего, тоже подтравленный зельем. Если не прямым употреблением, то вдыханием химических веществ. Зарабатывает малый и находится в полной зависимости от работодателя. Согласитесь, весь шарм бесследно улетучивается. Лаборатории по синтезу находятся в Европе, Америке, в Юго-Восточной Азии. Чтобы перевести такие вещества в разряд запрещенных, в среднем уходит до года. За это время только к одному виду дизайнерских наркотиков приобщается около 70 тысяч человек. А ассортимент отравы бесконечно расширяется. На днях сотрудники госнаркоконтроля задержали мужчину, который снабжал крупными партиями дизайнерских наркотиков, жителей регионов Центрального федерального округа. До того, как стать курьером интернет-магазина, 33-летний рязанец занимался продажами автотранспорта. И, судя по условной судимости за мошенничество, был не против время от времени зарабатывать нечестным путем. За денежные вознаграждения рязанец стал исполнять обязанности перевозчика оптовых партий синтетики, массой до килограмма, по существу являясь ключевым звеном в схеме снабжения криминальным товаром сети розничных сбытчиков в разных городах. Мужчина быстро пошел на повышение. В паузах между командировками он начал самостоятельно подбирать курьеров и делать для них закладки с наркотиками. Мимо такого рвения и старания в работе не смогли пройти его коллеги из Пензы, куда злоумышленник тоже вскоре начал провозить запрещенный товар. Задержали нарушителя закона на улице Высоковольтной, а в его съемной квартире на Весенней было изъято 600 граммов так называемой скорости. Это сильнодействующий наркотик N-метилофедрон. Наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей. На этой же неделе уже полицейские задержали другого злодея с крупной партией наркотиков. Спецоперацию разработали таким образом, что у 25-летнего рязанца не было возможности быстро избавиться от незаконного груза. Мужчину остановили прямо на улице. Белым порошком в пакете, который обнаружили в ходе досмотра, оказалось сильно действующее синтетическое средство. Сейчас сотрудники полиции выясняют происхождение крупной партии наркотика и проверяют, кому и сколько запрещенных веществ успел продать злоумышленник. Такой была минувшая неделя. В заключении хочу напомнить, что телекомпания «Город» совместно с фондом «Подари жизнь» помогает собрать необходимую сумму для лечения 20-летней рязанки Олеси Мочулы. Еще недавно улыбчивая, жизнерадостная девушка мечтала стать врачом и помогать людям. А некоторое время назад узнала, что помощь необходима ей самой в борьбе с нетипичным лейкозом. Все, что нужно, это отправить смс на короткий номер 6162 со словом «Олесия» и указанной суммой, например, 500 Олесия. Ее историю вы найдете на нашем сайте город62.tv. Программа «Вызов принят» от 15 октября. А на сегодня все. Удачи и прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова